Всем привет садоводы и огородники моего канала радости частного дома и с вами как всегда Вадим. Это у меня фитоспорин и сегодня я буду его применять на своем огороде как профилактика против различных заболеваний. Применять его буду я на своем участке полностью на всем огороде от сада до овощных культур, но как пример покажу вам именно на примере помидор. Фитоспорин применяется у нас только против заболеваний, но перечень заболеваний с которыми борется у нас фитоспорин просто огромный, действительно прям большой такой перечень. Против вредителей фитоспорин не применяется. Фитоспорин у нас выпускается в виде пасты и в виде порошка. Я буду использовать сегодня пасту. Пасты у меня здесь ровно сто грамм, добавил я 200 миллилитров воды и теперь хорошенько все это тщательно необходимо перемешать. Если вы используете пасту, то настаивать этот настой не надо, а если вы используете порошок, то там надо настаивать два часа. И теперь необходимо приготовить раствор, которым я буду опрыскивать свои помидоры от фитофтороза. Значит я в воде разбавляю ровно две чайные ложки согласно инструкции, хотя на форумах я видел, что добавляют три чайные ложки, но мне показалось, что действовать надо согласно инструкции. И еще один немаловажный факт. Воду которую мы используем при приготовлении маточного раствора и при приготовлении раствора для опрыскивания ни в коем случае вода не должна быть с хлоркой. Использовал я две чайные ложки на 10 литров воды и раствор фитоспорина для опрыскивания у меня готов. Теперь как всегда берем опрыскиватель и заполняем его нашим приготовленным раствором фитоспорина. По опрыскивателю, опрыскиватель я этот использую, уже давно проверенный, очень хороший, мне нравится. Я делал как-то на него обзор, в общем проверенный, работает отлично. Вот так вот выглядят мои помидорки на начало июня. Как видите вид просто прекрасный. Я уже первую подкормку провел им, я показывал еще вам в том году, если же хотите у меня есть это видео на канале. Опрыскиватель у меня готов и теперь начинаем опрыскивать помидоры. Опрыскиваем как с наружной стороны листа, так и с внутренней. И еще я стараюсь опрыскивать всю землю вокруг помидоров. Как видите у меня нет никаких заболеваний на помидорах и вы может вдруг спросите зачем тогда я опрыскиваю. Лучше как говорится профилактика, чем уже борьба с болезнью. Потому что если запущенное состояние фитофторы, то даже фитоспорин может и не справиться. Желаю вам всем больших и хороших урожаев. Подписывайтесь на мой канал, ставьте палец вверх. Всем пока, пока.